Узоры и орнаменты наши предки наделяли мощным и смысловым значением. Они были особым видом народного творчества, отображающим жизни традиции белорусского народа. Все радостные события, такие как свадьба или рождение ребёнка, неизменно сопровождались вышитыми узорами, выполняющими роль оберега для носителя расшитой одежды нашего этноса. Я популяризирую белорусскую народную одежду. То есть то, что носили наши бабушки, то, что прабабушки вышивали, сейчас это тоже актуально, и нам хочется быть красивыми, узнаваемыми. Ну и ещё самое главное, это одежда всегда обережная, красивая, обережная. Ну и на самом деле сделана своими руками эта энергетика какая сильнейшая. А ещё и значение самих узоров, которые наши бабушки придавали большое значение, потому что они защищали, украшали. Самый основной узор, который присутствует в одежде, это восьмиконечная звезда в ромбе. Потому что рождается человек, на небе сгорается звезда. Она является для него путеводной. Чтобы он не сбился с намеченной цели, чтобы ему подсказать, где действительно этот путь праведный, а где ошибочный. Поэтому уже исходя из этого, мы понимаем, насколько важно значение того символа, который вышит и на одежде, и на флаге присутствует. Объединить и найти общность двух культур, Индии и Беларуси, познакомить поколение Next с красотой и символичностью узоров решили организаторы арт-встречи. Почему называется мероприятие так, Беларусь и Индия на скрыжевании культур? Потому что наши предки занимались рукоделием, они вышивали орнаменты белорусские. В основном орнаменты были круги, ромбы и все такое прочее. А у индийской мифологии и оберегов, у них больше цветы преобладают, растительные. Но все равно белорусская, индийская, они где-то сходятся, потому что они имеют обережной какой-то знак символический. Представлять культуру Индии на мероприятии были приглашены танцевальные коллективы нашего города, в исполнении которых зрители увидели традиционные народные танцы с богатством национального колорита и мастер-мехенди Юлия Полушкина, посвятившая всех собравшихся в тайны мастерства рисунках, но и на теле. Как признается сама Юлия, увлечение мехенди захватило ее еще в 2013 году. С тех пор она не перестает совершенствовать свое мастерство и глубоко изучать искусство и традиции великой культуры. Вообще интересно, даже когда я делала украшения, я потом на украшениях своих рисовала вот эти узоры. Ну то есть оно вот все перекликается. Сейчас я немного начинаю шить, и вот мне интересно в ткани, например, это тоже перенести, то есть роспись на ткани, это тоже интересно. Поэтому оно не стоит на месте, не обходится только тем, что я рисую на руках. Оно как-то всегда трансформируется во что-то еще. Надеюсь, что еще идеи будут. В завершение встречи каждый желающий, а их нужно отметить было немало, смог стать моделью для демонстрации традиционной индийской росписи мехенди. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.